всех приветствую на своем канале хочу в испанию и с вами я риэлтор из валенсии михаил афанасьев друзья перед тем как мы начнем предлагаю вам познакомиться с интересными людьми это семейная пара юлия и алексей которые любят путешествовать по разным странам на своем автодоме их лозунг жизнь она сейчас они ведут свой видеоблог в котором рассказывают о своей жизни делятся впечатлениями о странах и городах а также встречах с людьми ссылку на их блог я оставлю под этим видео и вот они приехали в испанию алексей мне позвонил предложил встретиться и пообщаться о жизни в испании о недвижимости как можно уехать остаться и о многом другом мы встретились в кемпинге возле валенсия и вот так появилась это спонтанное интервью надеюсь она будет вам интересно приятного просмотра привет друзья и вы на канале на ходу сегодня у нас гостях нашем кемпинге михаил приветствуйте михаил живет здесь уже три с лишним года расскажите вообще может как вы попали в страну почему именно испанию выбрали меня зовут михаил афанасьев живу я валенсии работаю риэлтором по своей основной специальности как я сюда попал попал я сюда очень быстро я сам из украины ситуация там очень резко изменилась связи с известными событиями и поэтому я принял решение уехать и на все про все у меня было месяц поэтому особо я и не раздумывал почему я выбрал испанию если уж менять страну то по моим критериям я должен жить стране где тепло где должно быть море и должны быть пальмы и должны быть доступна недвижимость доступная уровень жизни и чтобы иммиграционное законодательство было более менее приемлемым поэтому все эти критерии я написал на листик потом я их оранжирил и получилось так что в сравнении со всеми странами испания оказалась далеко впереди всех остальных стран поэтому испания эта страна где есть море где очень хороший климат пальмы растут где очень доброжелательное население относится очень терпимо к иммигрантам и на всех уровнях где доступное жилье я приехал сюда купил одну квартиру потом вторую квартиру где цены на продукты питания очень доступные качественное питание бесплатная медицина и я уже успел попользоваться и и всеми преимуществами мне даже операцию на носу сделали абсолютно бесплатно испания находится я считаю очень таком особым статусе по всем отношениям из такая поговорка хорошо там где нас нет вот мне кажется что я именно нахожусь в том месте где нам хорошо а вот по поводу медицины сразу скажу а вот что значит бесплатно делать ни страховки ничего не было просто вызвали скорую помощь и вам все сделали нет нет не так здесь конечно есть свой бюрократизм но он как бы не мешает жить но во всем должен быть порядок для того чтобы получить бесплатную медицинскую страховку человек должен находиться здесь в испании по прописке то есть если например вы приехали просто по турвизе приехали и решили остаться тут вам достаточно либо купить квартиру либо где-нибудь в аренду взять там комнату или квартиру и прописаться то есть пойти в мэрию местный исполком и получить такой документ называется сертификат о прописке и на основании этого сертификата вы можете пойти в местную поликлинику и соответственно получить такую бесплатную карточку медицинского страхования то есть вы будете испания вас бесплатно будет лечить и также давать и скидки на покупку лекарств это получается если я захочу ехать по турвизе захотел здесь остаться на квартиру договор заключил с квартирой по этим договором сразу туда и ну немножко не немножко не сразу есть не свои нюансы вот прежде всего если вы приехали с детьми то ребенок здесь находится всегда на особом статусе его защищает государство и защита государства никак не привязана к статусу нахождения родителей то есть если родители даже остались нелегалами это не означает что ребенок должен от этого страдать поэтому как только вы получили сертификат о прописке вы можете смело идти в поликлинику и ребенка ставит на учет ему дадут бесплатную вот эту карту медицинского страхования а вам дадут такую же карту но спустя три месяца а может вы турист раз и уехали домой зачем мы выдавать поэтому вы должны как бы по логике правительства доказать что вы здесь остались жить его спустя три месяца конкретно здесь валенсии вы можете прожили три месяца пришли поликлинику там посмотрели вот три месяца прошло все его вот эту страховку а почему ты город валенсии из испании вы были там не барселону например почему ну во первых когда я определился со страной я стал думать какую выбрать провинцию и у меня были опять же свои критерии это должен быть обязательно крупный город это должно быть море если тоже сразу побережья это должна быть хорошая инфраструктура должны быть приемлемые цены на жилье и климат а так как у меня двое детей меня двое мальчиков ваня и аркадий и они уже скоро заканчиваю школу поэтому не хотелось бы чтобы они остались учиться и поступили в какие-нибудь высшее учебное заведение и не уезжать другой город а здесь на месте поэтому у меня был выбор фактически из трех городов это город барселона южнее валенсия а еще везде малага ну вот сравнивая эти три города валенсия оказалось опять же впереди с большим отрывом здесь доступное жилье здесь очень хороший климат потому что в барселоне все-таки зимой достаточно холодно то есть я там был зимой феврале и вот одевал шапочку мне было холодно да немного пожил именно для того чтобы иметь свое впечатление как ты тут буду себя ощущать вот мне не понравилось вот плюс там дорого плюс там очень такой достаточно сильно ощущается национализм местный да вот каталонцы они многие вообще не считают себя даже испанца мне это не нравится и скажем так все-таки там холодно поэтому я когда приехал валенсию я вот ощутил что я приехал в нужное место валенсия это все-таки понимаете немножко в сторону отведу испания очень страна многогранная здесь находится пять официальных языков например каталония это как отдельная страна валенсия это отдельная страна это не просто другая область это действительно реальные люди с реальным другим менталитетом с другим языком другой историей поэтому менталитет валенсийцев не как-то ближе по духу по их нему складу характера они люди более равна более радушные они более они не замороченные на работе они ценят жизнь они больше отдыхают они больше веселятся и они более доброжелательно иностранцам и даже вот провинция валенсия в целом она я бы даже так сказал гораздо больше социалистическая что ли она больше настроена на помощь иммигрантам независимо от его статуса даже одно время я вам такой пример приведу одно время когда-то правительство и испании решила цель с цель их экономии средств запретить оказывать медицинскую помощь иммигрантам нелегалам так вот валенсия мало того что судила с этим правительством они проиграли этот суд они сказали так мы за счет своих средств все равно иммигрантов нелегалов будем лечить бесплатно именно валенсия да именно валенсия поэтому валенсия если вы планируете какие-то получает там социальные программы помощи то провинция валенсия в этом плане она наиболее лояльно постится к иммигрантам независимо от того в каком качестве поэтому менталитет людей мне тоже сыграл одну из важных ролей поэтому климат доступные цены на жилье на питание вот менталитет людей плюс все учебные заведения крупные и престижные находятся валенсии все деньги провинции находятся тоже в валенсии и еще валенсия имеет очень большой потенциал роста потому что сейчас вот недавно сменилась такая же правительство той же провинции валенсия и они сейчас стали очень много денег выделять на развитие инфраструктуры туризма привлекательность этого региона поэтому валенсия она сейчас очень сильно развивается во всех отношениях но к сожалению это все приводит к росту цен на квартиры а вот скажите здесь творится жильем растет недвижимость в валенсии пользуется спросом вот по этим причинам по которым я сказал но к сожалению повышенный спрос влечет за собой и рост цен и пример моих клиентов и мой личный пример говорит о том что квартиры купленные год назад я не буду ликвидные квартиры ценовом диапазоне до 60 тысяч за год выросли в два раза понимаете поэтому те кто успели инвестировать деньги сдать в аренду все мои клиенты которые меня послушали и сделали инвестиции они сейчас оказались хорошие прибыли и вот многие говорят михаил жалко что вот не хватило смелости купить не одну а две или три квартиры потому что здесь в испании да здесь в испании очень доступна ипотека и этим надо пользоваться три процента годовых это же ничто ну да поэтому конечно надо использовать все возможности ипотечного третования чтобы покупать квартиры потому что на растущем рынке недвижимости ошибиться крайне сложно вы всегда будете в плюсах понимаете поэтому если вы раздумываете над инвестициями то испания как раз тот регион который и безопасно и выгодные и рентабельность от сдачи в аренду квартир достаточно высокая то есть при небольшой стоимости вы будете получать хорошую арендную плату и соотношение аренды платы к цене квартиры это есть рентабельность так что можете посчитать и убедиться в этом понял понял а вот примерно скажите вот какие вот большинство квартир покупают какой аренды скажем так ценовой политики там средний там для себя или для аренду а тут есть такое для себя покупать люди для аренды да вы понимаете конечно когда мне звонит человек который интересуется покупкой недвижимости первый вопрос который задаю это какая цель покупки если для себя то это одни критерии покупки если под аренду тут тут уже совершенно другие критерии которые диктуются рынком поэтому вот вопрос речный а по какой квартире мы идем речь давайте на первый для себя основное для себя понимаете для себя очень трудно подобрать квартиру человеку потому что здесь выступают такие критерии как нравится как можно оценить вид из окна вид из окна вы можете заплатить больше денег потому что вы хотите его иметь правильно вы хотите покупать квартиру там с хорошими соседями для кого-то важно наличие придомовой территории какие-то сервисы там наличие бассейна например там скажем ухоженной территории если вы располагаете бюджет и мы готовы за это платить соответственно это будет уровень жилья высокого класса вот есть соответствующие отдельно стоящие строения есть целые комплексы огороженные тут уже надо вникать ваши критерии что для вас важно если вы хотите купить бюджетное жилье тогда уже тут вопрос стоит не то что вы хотите а во что мы с вами можем войти влезть да и моя задача как риэлтор в итоге сделать оптимальное соотношение ваш бюджет и те максимальные возможности которые даст рынок это вот тогда совместить и как бы в этом и заключается принципа и работы так а вот вы сказали что комфортно это какие-то по цифрам идти пойти по цифрам ну понимаете у кого понятия комфортности у каждого свое разное например есть в городе валенсия районы скажем например бенемоклет это очень престижный хороший район там вот дома с придомовой территории но цены начинаются где-то от 250 тысяч евро и выше а вот да сразу же сразу же вот есть квартиры которые стоят и по 60 тысяч евро и по 90 и они тоже могут быть достаточно комфортные и удобные вопрос в том какой бюджет и какие пожелания получается здесь надо уже идти не от того что там много денег понятно а если соответственно какая-то сумма определенная то нужно с этой суммы идти да еще мне говорили что там еще к этой сумме надо еще там сразу все эти налоги то получается есть у меня 70 тысяч евро так получается купить я могу только за 50 правильно получается ну скажем так где-то да ведь надо учитывать состояние квартиры ведь вы покупаете квартиру на 100 состояние может ли в этой квартире жить потому что испанская недвижимость она довольно резко отличается от того представления квартиры которые у нас есть например я приезжаю в квартиру я думаю что квартира на должна быть похожа ориентировочно на ту где там скажем в россии в украине белоруссии в основном у нас типовое жилье здесь жилье совершенно другого и по качеству и по расположению комнат и эти многие дома построен таким образом что на улицу выходят буквально там два ну максимум три окна все остальные окна выходят во внутренние колодцы внутренние колодцы такое помещение когда вот выходит окна к соседям окна то есть нет никакого вида вопрос готовы ли вы жить в квартире где есть эти световые колодцы понимаете а таких квартир подавляющее большинство в общем нюансов друзья очень много сейчас я не хочу этот эфир загружать вот этими особенностями но поверьте испанская квартира это совершенно не то что вы себе представляете испанская квартира это скажем так это нечто особое летом квартире жарко жарче на улице а зимой в квартире холоднее чем на улице поэтому квартиру надо приводить порядок поменять окна желательно поставить стеклопакеты вот возможно задуматься как надо квартиру это утеплять для того чтобы не тратить на электроэнергию зимой зимой да хотя валенсии зима то холодная всего это пар месяца да это это январь и февраль но тем не менее надо сделать так чтобы она была комфортно поэтому от вашего бюджета нужно смотреть а сколько денег уйдет на ремонт поэтому как бы моя задача желательно клиенту сказать весь бюджет с которым он столкнется чтобы он мог прочитать и влезть в эти рамки это тоже является моей задачей второй вопрос вот если например я позвонил вам и сказал что мне нужно не для себя для того чтобы я потом на ней заработал для аренды вот что тогда выбирается есть ну квартира под аренду это скажем так это денежный механизм который вам дает определенный пассивный доход каждый месяц поэтому здесь критерием является не личные факторы эта квартира нравится а это мне не нравится а здесь уже мне как риэлтору работать легче потому что я исхожу из требования рынка то есть квартира должна соответствовать двум основным критериям первое она должна быть ликвидной то есть купленная квартира любой момент у вас ситуация поменялась вы захотели продать вы ее продали месяц-два его же с наличкой из квартир должна быть ликвидной и второй фактор самый важный это квартира должна быть по минимальной рыночной цене я объясню для примера вы можете купить квартиру по цене например за 50 тысяч евро а можно купить квартиру за 90 тысяч евро и обе эти квартиры будут сдаваться примерно за 500 евро в месяц плюс коммунальные такая разница возникает вопрос зачем покупать за 90 когда можно квартиру купить ликвидную за 50 тысяч и это получается рентабельность будет выше поэтому моя задача как риэлтора прежде всего подходить покупки квартиры с позиции рынка из позиции математики то есть должна быть минимальная рыночная цена она должна быть ликвидной и соответственно она должна сдаваться то есть она должна быть интересно арендатору то есть прежде чем покупать квартиру мы фактически покупаем кого арендатора то есть мы должны понимать кто будет заранее являться нашим потенциальным клиентом арендатором и под его требования подыскивать эту квартиру ну вот так очень интересно это получается вот все таки вот мы просто очень много разговариваем уже и мы пока все таки там да у меня от варенку что сдается тоже дома да я пока оставил там потому что здесь ведь налоги очень большие что здесь вообще с налогами вот сколько вот надо платить чтобы вернул даже пока не 0 хотя бы ходить хотя там 5 7 процентов зарабатывать когда вы там ну я скажу стандартную фразу что налоги конечно надо платить вот и конечно есть люди налоговая инспекция которая занимается следить за тем чтобы с каждого дохода полученного в испании вот вы платили налоги на доход налог на доход в испании для нерезидента составляет 24 процента например если вы квартиру сдаете за 500 евро соответственно от полученные суммы вы должны заплатить 24 процента на доход вопрос платят ли эти налоги мои клиенты или скажем мои знакомые кого я знаю ну скажу честно не платят как в россии пока за это я не знаю как в россии но так не сильно кто платит больно это да понимаете если вы квартиру сдаете например используя такие сервисы как booking или арен биби или другие вот системы где краткосрочное сдаче то там уйти трудно потому что вы получаете все платежи на свой счет испанский счет вот поэтому тут все прозрачно а если вы квартиру сдаете скажем на полгода но скажем многие мои знакомые предпочитают брать наличными поэтому берут наличкой например да вот и подписывают договор аренды ну договор аренды не означает что вы квартиру сдали ведь вы могли же и квартиру в итоге не получить деньги поэтому договор аренды не является основанием чтобы у вас потребовать оплату за полученный доход полученным доходом является документ подтверждающий что вы получили деньги пришли на счет а если как многие делают деньги берут там наличка на период за полгода или например скажем например у вас счет есть в россии или в израиле для германии скажем некоторые договариваются что арендатор платит скажем россию на российский счет или допустим используют платежные системы как money грэм western union таким образом оплачивают в общем вариантов много может отследить невозможно получается да ну это вопрос не ко мне может быть и отслеживают я рассказываю как происходит ситуация на практике с оплатой налогов причем я знаю многие испанцы тоже самое берут деньги наличкой и не все показывают налоги может это показывает но я таких людей не люблю друзья заходите на мой сайт здесь много полезной информации по недвижимости и как можно уехать в испанию также выкладываю квартиры для жизни и под сдачу в аренду оставляйте заявку на подбор недвижимости найдем все предложим лучшее найдите меня в социальных сетях фейсбуке присоединяйтесь в группы хочу в испанию и русскоязычная валенсия вы можете давать свою рекламу и обмениваться мнениями с другими участниками группы все мои контакты и ссылки вы найдете под этим видео во второй части нашей беседы с алексеем мы поговорим об основных ошибках при переезде в испанию чтобы не пропустить подписывайтесь на мой канал на этом все желаю вам всего доброго ваш риэлтор из валенсии михаил афанасьев пока и